мужики всем привет в общем поменял баллон углекислоты на сегодняшний день у нас она стоит на обмен 950 рублей прошлый раз брал по 800 вот поднялась немножко цена в общем давайте сейчас сниму двигатель и накидаем сюда каркас капота для того чтобы мне было видно габариты чтобы за него не вылазить размещать генератор нша ставить гидробак делать куда-то надо воткнуть аккумулятор в общем все 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 это надо уместить под капот мужики для этого не нужно видеть габарит обшивать я буду его уже металлом как все разместиться все хорреля погнали накидаем хоть что-то так мужики варил навесы навесики такие небольшие и даже не мерил их на сантиметров сантиметра по 4 8 сантиметров длиной точеные но и такие точеные что капец один крылья все косые ну пойдут все теперь это дело выглядит вот таким образом двигатель воткнул посмотреть габариты все проходит также проходит здесь по минимум по минимал очки сантиметра 2 наверное зазор между вот этой ушек он с фильтром так по извращаться трубогибом выгнуть арки но это еще не проварено так где-то прихвачена где-то подварено в общем буду ровнять все это один момент теперь осталось крышку капота другого сделать да вот здесь еще раз расположу и сделаю уже такая крышечка будет который будет задираться вверх навес его тут приварю вот этой мужики трубе специально ее сделал так чтобы если надо заправить бензин да там может фильтр посмотреть там может здесь ядробак будет стоять по идее масло там проверить вот вверх открыл вот так вот в сторону водителя будет открываться не вперед чтобы здесь вообще не мешало ничему что там проверил ну может здесь амортизатор будет стоять какая ляду которая держит до для удобства браслова поднял и все бензо залил либо там еще там чё закрыл защелки защелку все если надо уже конкретно туда вниз добраться но этот не открывается открывается вот этот вместе с тем плюс он еще снимается снимается в сторону вот таким образом чтобы не выскакивал это короче покажу потом все продумано до мелочей вот на крылья везде зазор пооставляла здесь со стороны крыльев везде зазор но и здесь тоже все это защелками потом притянется надо направляющий еще здесь сделать там здесь еще одну направляющую чтобы он не соскакивал с навесов закрытом состоянии и самый неподходящий момент закончилась проволока 0 8 пришлось поставить миллиметр и немножко тут его подаваривать вот как то так но это пол беды поехал я купил проволоки 0 8 это полторы тысячи рублей 5 килограмм и купил 5 килограмм миллиметровки миллиметр 5 килограмм такой фирмы не знаю такой мечу не было ну понравилась цена а так уже за двушку 2 200 2 800 пятишечка взял такую может это еще старая цена и купил четыре наконечника вот этот вот этих вот 0 8 мужики сейчас покажу прикол это у меня были наконечники это миллиметровые вот это новенький вообще на один миллиметр этим я чуть-чуть попользовался буквально и это 0 8 мужики 0 8 вот здесь я болгарка его затер потому что 0 8 превратился в миллиметр сейчас покажу вот мне кусочек проволоки миллиметровой и сейчас мы это все дело посмотрим так мы переключился на фронталку это вот кусочек миллиметровой проволоки это 0 8 прошло наверное не не одну катушку и превратилась она сама по себе в один миллиметр вот как то так новые вот они наконечники такого же плана не знаю там видно нет уже миллиметр сюда не лезет проволока то есть еще как-то соответствует до заявленным 0 8 так что я их не выкидываю а просто потом уже использую на миллиметре очень удобная штука и вот эти мужики наконечники 0 8 здесь 0 8 соответственно не знаю видно нет наверно не видно не фокусируется 0 8 здесь смотрите проволока миллиметр обалдеть обалдеть чуть чуть плотно конечно но тем не менее сейчас держат это я взял такие наконечники не знаю подойдут они не подойдут мне по крайней мере вот сейчас на миллиметр один и смотрите что получается спокойно проволока выходит но единственное что чем они не хорошо это вот кончик выглядывает чуть-чуть длинноватый по сравнению с этим вариантом вот а здесь этот вариант на пару миллиметров может может на миллиметре прячется попла что я делал я взял один наконечник и о так вот подточил на наждаке просто ему сбил кончик вида нет сделал покороче точно таким же и вот буду сейчас пробовать варить миллиметровкой на наконечнике 0 8 и все и он спрятался так же как и наконечнику такого плана прикиньте как доверять магазином я не знаю понятно что это все дело из китая пруд кстати что этот наконечник что этот наконечник я покупал 99 рублей штука представьте ценник ну выручат братья китайцы просто ждать не вариант пока это все дело придет и спокойно лезет проволока люфт вообще минимальнейший вот здесь контакт будет с проволокой офигенный мужики мне кажется будет шикардос мужики это капец 0 8 наконечник на миллиметровой проволоки капец как офигенно работает контакт четкий аж прям я не знаю покажу шовчик вообще на них и никогда не было швов даже звук другой а забыл сказать глаза аж даже звук мужики другой контакт офигенный просто с проволокой и она вот идет куда подашь и вот где-то дернулся криванул также шишу пошел чик а на тех наконечниках они проволока гуляет и начинает то подсирать то еще какая-то фигня с обратной стороны самое так прикол прикол отличный мне нравится так мужики но на этом в принципе можно видосы закончить потому что это этот вариант окончательным будет только после того когда я уже поставлю сюда генератор и все остальное вот мне нужно было создать этот каркасик сделать чтобы видеть границы границы так сказать подкапутного пространства вот теперь все это буду размещать так чтобы ничего не цеплялась окончательный вариант уже будет говорится попозже как то так мужики вот такие вот дела все всем пока всем удачи с вами был санек еще увидимся